Привет, с вами снова я, Ольга Романова и мой канал Училка физкультуры в Эмиратах. Сегодня я вам расскажу, какие же плюшки предоставил великий шейх Зайд для своих местных прекрасных жителей. Подписываемся, ставим лайк и смотрим. Итак, стою я во дворце шейха Зайда и все еще удивляюсь. Представляете, у человека 20 миллиардов в состоянии, а он взял еще, поделился, поделился. Но какой еще президент поделился? Пожалуйста, напишите в комментах, но я уверена, вы такого не найдете. Он поделился, а все остальные нет. Шейх Зайд поделился. Человек поделился, вы вообще понимаете, президент поделился деньгами с народом. Фух, вот дошла сюда, откуда мы начинали нашу экскурсию. И хочу сразу вам рассказать, что действительно шейх Зайд дал местным людям и чем они пользуются сейчас. Во-первых, во-первых, обучение во всех государственных эмиратских университетах, колледжах для местных бесплатно. Во-вторых, если у вас оценка 4-0 после выпуска в школе, 4-0 это как наше хорошо, 5-0 это самая высшая оценка. 4-0. Вы можете выбирать любую страну, Америку, Канаду, Германию, Францию. Вам будет оплачено обучение, вам будет оплачена стипендия, хорошая зарплата и проживание. Вот так вот, все для людей. Далее, и что самое-самое важное, действительно, тут большой респект. Если, не дай бог, вы заболеваете, у вас условно находят рак или какую-то тяжелую болезнь, вас бесплатно отправляют лечиться в любую страну или в ту, которую рекомендует ваш доктор. Бесплатно вы едете в страну, бесплатно там лечение, питание и проживание. И бесплатно с вами едет один член семьи, то есть два человека, один с болезнью, не дай бог рак, не дай бог что, едут, бесплатно перелет, включает питание, проживание и лечение полностью оплачено. Какая бы стадия рака ни была, сколько бы денег это ни стоило, это действительно правда. У меня эту всю информацию я спрашивала у моих студенток, я тренирую футбол в самом главном универе страны, UAU, и я спросила у трех девчонок, я знаю, что их родители выезжали за границу, в первом случае знаю, что в Индию два раза ехал отец одной из девушек, у него были камни в почках, не знаю, почему действительно они здесь сделали, сделали в Индии, это уже вопрос к докторам. Два раза ездили, все было оплачено, у одной девочки, у матери был рак, они ездили в Лондон, а у второй девочки, у матери был тоже рак, рак легкий, помню, они ездили в Сингапур. Вот, все было оплачено, ездили обычно муж, жена, перелет, питание, проживание, все лечение до копейки было оплачено. Вы можете себе такое представить? По-моему, ни в одной стране такого нет. Это просто жирнючий лайк и респект шейху Зайду, великий человек. Далее, какие еще плюшки здесь есть? Муж и жена, когда уже есть дети, могут взять в казне Эмиратов, попросить у правительства 1 миллион дирхам. Это 270 тысяч долларов настроения дома для них и для детей. По-моему, должно быть больше трех детей, эти деньги не надо возвращать. Просто тебе дают 1 миллион дирхам, 270 тысяч долларов, строй дом, живи со своей семьей, будь счастлив. Но это можно попросить только один раз, поэтому разводиться не рекомендую. Еще на свадьбу могут давать 70-80 тысяч дирхам, по-моему, 21 тысяча долларов. Но это дается не всем, просто смотрятся документы, зарплата. И если твоя зарплата меньше 25 тысяч дирхам, то, в принципе, 25 тысяч дирхам – это прилично. Это где-то 7 тысяч долларов. Ну, если 10 тысяч дирхам – это где-то 2 700, то зарплата приличная. Но не для простого Эмирата. То есть, если зарплата меньше 25 тысяч дирхам, тебе дадут на свадьбу еще 70-80 тысяч. И тоже возвращать не надо. И плюс, когда ребенок рождается в этой стране, на карточку родителя ежемесячно приходит от 300 до 600 дирхам. Это в зависимости от Эмирата. Я всегда думала, что Абу-Даби и Дубай круче Эмират. Мне девчонки из Фуджерри сказали, нет, мы на Фуджерри зарабатываем классные деньги, мы даже миллион на дом не просили. Наши родители не просили, построил отец за свои деньги. Это вот Абу-Даби, Дубай. У нас в Фуджерри классные зарплаты, мы не просим, нам хватает. Вот, так и на карточку родителя приходит за каждого ребенка, опять-таки, в зависимости от Эмирата, 300 или 600 дирхам ежемесячно. Это от 100 до 200 долларов. Вот так вот, и уже родитель как тратит их, откладывает и дает их своему ребенку. Прекращаются эти прихождения денег, когда ребенок женится или выходит замуж, или когда находит работу. Все, тогда деньги прекращают посылаться в государство. Но все равно, согласитесь, круто каждый месяц. Шейхзайд, большой тебе респект. Че платишь? Шейхзайд поделился, а остальные нет. Сегодня мы узнали, какие плюшки получили местные люди. И какой прекрасный человек Шейхзайд, что поделился. Ставьте лайки. Я желаю, чтобы с вами так делились, как Шейхзайд. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok